Ну что, кажется, мы готовы? Да, как сказал Гагарин, поехали. Он сказал поехали и открыл Гагаринскую неделю. Каждый год в преддверии Дня космонавтики ученики лицея номер 14 имени Юрия Алексеевича Гагарина посвящают несколько дней подвигу первого космонавта Земли. В стихах и рисунках ребята воспевают первые шаги человека в освоении космоса. Возможно, именно так подрастающее поколение удастся вдохновить на новую космическую гонку. Скажу честно, что, скорее всего, если бы я не заканчивал нашу школу, то и не стал бы космонавтом. И это правда, потому что действительно есть какие-то традиции, и эти традиции, они помогают дальше человеку выбрать свой путь в жизни. Я хочу попросить вас всегда помнить о Юрии Алексеевиче Гагарине и о всех космонавтах, которые проложили путь в космос. У нас происходит чтение, мы рассказываем о полетах Гагарина. В прошлом году мы слушали о проекте «Буран», который так и не состоялся. Говорят, сам Гагарин когда-то дал согласие на то, чтобы лицей носил его имя. Ученики об этом не забывают, чтут традиции. Поддерживают юных гагаринцев космонавты и просто неравнодушные жители Щековского района. Всероссийский женский союз «Надежда России» очень по-женски, одной из первоочередных своих задач ставит правильное воспитание подрастающего поколения. В Гагаринской неделе участвуют не первый год. В прошлом году у нас проходил конкурс «Космос и мы», конкурс рисунков. В этом году у нас конкурс стеклов. Также будут проходить конкурсы научно-исследовательских проектов. Это уже дети принимают участие, конечно, среднего и старшего звена. А маленькие исследователи только будут этому учиться. Гагаринская неделя продлится вплоть до Дня космонавтики. Все эти дни ребят ждут интересные конкурсы и множество возможностей для творческого самовыражения. Удачи гагаринцам! Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!